Минифутбольный клуб «Сибиряк» сравнял счет в бронзовой серии с Тюменью. Победитель второго матча определился лишь в серии пенальти. Второй матч серии за третье место, как и первый, начался с быстрого гола. Правда, в другие ворота. Если накануне мяч из сетки доставал голкипер «Сибиряка», то сейчас этой честью достоился вратарь Тюмени. Это произошло уже на второй минуте встречи. Руслан Кудзиев закатил мяч в угол после удачного рикошета. Правда, на то, чтобы отыграться, хозяевам понадобилось всего минута. Александр Упалев сравнял счет ударом с летом. В первом тайме Максим Волонюк дважды выпал в штангу. Опасно бил и Лео Сантана. Но к перерыву счет остался неизменным. 1-1. Игра примерно равная, так же, как и вчера. За исключением того, что мы первые минут 7 или 10 пропустили три детских гола. Сегодня примерно так тоже. Команды такого сверхъестественного не показывают. Стараются сыграть от обороны. Поймать где-то на контратаке. На мой взгляд, мы пропустили врата. Нас не выручил. Не очень нужный гол. По первому тайму мы все равно выглядели получше. Сам капитан Сибиряка Сергей Иванов не смог принять участие в матче. У футболиста травма. Лучший мобордир чемпионата России надеется, что сможет помочь команде на играх в Новосибирске. Но пока стопроцентной уверенности нет. Вторая половина встречи оказалась безголевой, хотя команды с завидной регулярностью обменивались опасными моментами. Две дополнительные пятиминутки тоже не выявили победителя. Игра перешла в серию пенальти. Решающим оказался пятый удар тюменца Андрея Соколова. Он не смог переграть опытного вратаря Сибиряка Алексея Фармина. И новосибирская команда вырвала победу. Теперь серия до трех побед переезжает в Новосибирск. Матчи состоятся 4 и 5 июня в спорткомплексе «Нгасум». Начало в 2 часа дня. Встречи будет транслировать и наш телеканал. Не пропустите, ведь в них может решиться, кто станет бродзовым призером этого сезона. Школа Олимпийского резерва по сноуборду будет создана в Новосибирской области по распоряжению губернатора Владимира Городецкого. Ожидается, что ее открытие значительно увеличит потенциал Олимпийского резерва региона в зимних видах спорта. Школа будет располагаться на базе сноуборд-парка в районе Горского жилмассива. Планируется, что набор начнется с августа этого года. В школе смогут обучаться более 200 человек. По словам руководителя департамента физкультуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова, в школе будет работать квалифицированный тренерский состав, нацеленный на подготовку спортсменов высокого уровня. К тому же, открытие школы Олимпийского резерва даст хороший импульс в развитии этого вида спорта и воспитанию сноубордистов для сборной России. Напомню, школа сноуборда Нагордской работает с 2007 года и отличается разнообразием трасс. В 2014 году там открыли трассу для параллельного славалома. Также функционируют трассы для слоупстайла и сноуборд-кросса. Ежегодно там проходят всероссийские соревнования по сноуборду в памяти Полины Петроченко. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов не примет участия в чемпионате России, который стартует 3 июня в Грозном. Власов пропустит турнир по решению исполкома Федерации спортивной борьбы России. По словам главного тренера сборной Гоги Куга Шевелли, он согласен с таким решением исполкома. Несмотря на то, что сам Власов хотел принять участие в турнире. Цитирую, такой как Рома у нас в команде один, но это не значит, что мы уже купили ему билет в ее. У нас еще будут сборы, будут турниры, окончательное решение будет принято на них. Напомню, новосибирец Роман Власов является олимпийским чемпионом Лондона и двукратным чемпионом мира. На последнем мировом первенстве в Лас-Вегасе Власов играл все схватки. При этом, не потеряв ни одного очка, завоевал олимпийскую лицензию. Волейбольный клуб «Локомотив» продолжает комплектование состава к новому сезону. Кроме главного тренера, напомню, место рулевого занял болгарский специалист Пламен Константинов. Контракт с клубом подписали два новых игрока. В ряды железнодорожников лился связующий сборной США Кавика Ходжи. 28-летний игрок начал свою европейскую карьеру пять лет назад с выступлением за финский искум. Зачем четыре года защищал цвета Берлина, с которым трижды выиграл чемпионат Германии и завоевал бронзу Лиги чемпионов. В минувшем сезоне Ходжи играл за турецкий «Арказ». С 2011 года выступает за сборную США. С ней он выиграл Кубок мира и Мировую лигу. Еще одним новичком «Локомотива» стал диагональный Николай Павлов. Игрок хорошо знаком новосибирским болельщикам. Павлов уже выступал за железнодорожников пять сезонов с 2006 по 2011 год и помог команде завоевать Кубок России, став самым ценным игроком финала четырех. Минувший сезон 34-летний нападающий провел в итальянской «Латини». Добавлю, состав команды пополнили еще четыре игрока, ранее выступавших за молодежную команду «Локомотива». Также возвращаются в новосибирский клуб блокирующий Илья Скуркаев и либера Валентин Голубев в прошлом сезоне на правах аренды выступавшие за Красноярский Енисей. Также стало известно, что «Локомотив» продлил контракт на один сезон с доигровщиком Сергеем Савиным. Добавлю, из «Локомотива» в «Казанский Зенит» ушли многолетние лидеры команды Денис Зимчонок и Артем Вольвич. Так что осенью мы увидим обновленный «Локомотив». А на сегодня у меня все. Смотрите наши выпуски и будьте в курсе самых интересных спортивных новостей. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова